На заседании Совета депутатов говорили об итогах работы Раменской областной больницы, которая на сегодняшний день является крупным многопрофильным стационаром. Численность прикреплённого населения на сегодняшний день составляет 340 тысяч человек. Медицинская помощь оказывается в 73 подразделениях. В составе больницы 9 поликлиник, 17 амбулаторий, 33 ФАПа и областной центр материнства и детства. Особое внимание уделяется внедрению новых медицинских технологий в работу Раменской областной больницы. На базе Бронницкой городской больницы в 2022 году мы открыли 5 офтальмологических коек, 5 палеотильных коек и установили мобильный флюорограф. Помимо этого, в этом году мы ввели в эксплуатацию маммографическую установку в центральной поликлинике. Установленный работает флюорограф в центральной поликлинике. Ну и кроме того, установлены два рентгенологических аппарата в приёмном отделении хирургического корпуса и в совхозной больнице. Для удобства пациентов в округе работает мобильный ФАП. Введены в эксплуатацию мобильный фельдшерско-акушерский пункт с флюороустановкой и мобильная поликлиника, оснащённая современным ультразвуковым сканером, которая позволила нам организовать работу выездных мобильных врачебных бригад, которые у нас оказывают медицинскую помощь по всей территории Раменского городского округа по предварительным заявкам со стороны амбулатории. Кроме того, с июня месяца мы начали на наших ФАПах розничную торговлю лекарственными препаратами. И сейчас мы интенсивно проводим ещё на ФАПах, дали возможность обеспечения пациента по льготному лекарственному обеспечению. Произошли существенные изменения в материально-техническом оснащении Раменской областной больницы. Прежде всего, это наша удельницкая поликлиника, которая вышла из реконструкции, вышла она с увеличением мощности, потому что до реконструкции мощность удельницкой поликлиники составляла 150 посещений, сейчас она составляет 250 посещений в смену. Помимо этого, мы начали ремонт терапевтического корпуса и начали ремонт здания бывшего родильного дома в залинейной части. Это высоковольтный дом 4. После этого ремонта там откроется смешанная поликлиника на 250 посещений в смену. Это то, о чём, так скажем, много и часто нам говорили жители залинейной части города. Недавно после ремонта были открыты две сельских амбулатории – Новосельская и Донинская. Проводится ряд мероприятий по привлечению медицинских кадров. Были затронуты и проблемные вопросы. Глава округа Виктор Неволин подчеркнул, что для органов местной власти очень важны отзывы жителей о медицинском обслуживании в Раменской областной больнице. Все замечания должны быть рассмотрены и отработаны.